Ну чё, тащим, нагибаем, пока ещё есть возможность играть против, ну, в принципе, равных по силе противников. Скоро к нам присоединятся свежее мясо, и мы сможем уже играть более... Ну, конечно, будет смотреться, наверное, просто дичайше, как мы будем играть. Конечно, Гошан, по-любому, как будто там никто играть не умеет, но да ладно. Ох уж эти немцы, мастерс нагибастерс. Куда еду? Погнали налево, Гошан, погнали, гол в голове, погнали. Так, ну чого тут у нас, показывайте, что у нас тут за этой горой? Мы русские друг друга не обманываем, никогда. Так, ладненько. Не, ну, танк, конечно, красивый. Ничего не говоря. Особенно вот эти кулеры у него мощные. Представляете, какой мощный компьютер можно в таком корпусе разместить? В принципе, сталь, да, легко, ну, как бы охлаждается, хорошо. Нормальный тот стоит, видите, выхлоп. Там и радиатор есть, и всё, что хотите. Так же. Правда, весит много, и места много занимает. Ну, хотя он шумный довольно-таки, да, так, для корпуса. Компьютерного. Так, вот, у нас очень хорошо бронированная башня. Солба, вот. Если сбоку, нас могут хорошо пробить. Поэтому лучше на противника смотреть, как вы понимаете. Ну что, читерские светофорные штучки? Да, я к панзер решил отступить. Ладно, Т-44ка, суппортим тебя. Так, здесь никого нет, я думаю, и не будет в ближайшие 30 секунд. А вот там могут уже спокойно... Воу, мэн, ты чего? Ты, собственно... Ааа. Мэн встал, думает, я его не пробью. Так, ну окай. С этим тан... Какая дичайшая перезарядка, вы только посмотрите. Просто жесть. Ну вот, действительно, очень-очень-очень мощный танк. В плане скорострельности и... И пробиваемости, и башня какая бронированная. Просто... И как ствол поднимается. Суть мать, и медленно довольно-таки теперь. Так, я чуть не понял. Наверное, отъехал, но вот так вот стоять у меня... Чё-то мне не особо паритит. Вы понимаете. Я лучше вот тут постою, потанчу. От башни. Так. Надо поглядывать на союзника. Вполне вероятно, что скоро здесь кто-то вынырнет. Вот из этого холма. Ой, вот из этого... Из этой горы, скажем так. И мы сможем пробить. Но главное, чтобы нас этот кто-то не закрутил, не завертел. И встанем вот так вот. Ромбиком, чтобы повысить бронепробитие. Точнее, бронепробитие, я не знаю как, короче. Ну, вы знаете, о чём я говорю. Так, ну давайте. Один я туда не поеду, но вот если кто-то меня подсуппортит... Я, пожалуй, рискну. Так, смотрите как. Да, интересно происходит. Давайте вот сюда сведёмся. Вообще, я думаю, если кто-то появится, то он... Так вот. Так. Всё, парни там справа прорывают уже очень хорошо. Так, значит, сейчас на них... Ага, вот всё. Вот, собственно... Ради чего мы тут стояли. Мы его очень хорошо притонули. Разумеется, ему сейчас вообще неприкольно против нашей башни стоять. Он пытается как-то сыграть по-другому. Всё, у него казёнка повреждена. Это значит, что он стрелять просто не может. Поэтому он будет отъезжать и пытаться чиниться. Ну, у него где-то секунд двадцать, наверное, есть точно. Вот. Вполне вероятно, что... Точнее, не у него есть, а у нас есть. Для того, как он... Я себя ничего не путаю. Вау. Смотрите, как, да? Ну, мы, конечно, и субьём. Ой, он... В сакой взял, надо было чуть ниже брать. Спешит Т-44-ка. Конечно, я помню, что... Посмотрите, какой вообще ИС странный, да? Ладно. Накажем его за это. Так. Что-то Т-44-ка, наверное... Нет, смотрите, нифига себе что-то творится-то, а. Вы что-то... Вы только же гляньте ж. Вы только же гляньте ж. Так, добили мы его. Ну что, ИС там ещё не прогорел. Нормально, да? Ладно, отъедем. Отъедем. Всё. Наконец-таки. Так. Воу! Ёшкин-матрёшкин. Надо его фару пробить как следует. Мы пробили его корпус, видите, аж до радиатора. Так, но нам теперь надо левой части повернуться и чинить срочно казённую часть. Так. Минута! Ой, казённую часть ствола, в смысле. Ладно, сваливаем. Делаем вид, что мы на него выкатываемся. На самом деле мы, конечно, этого делать не будем. Нам надо его минуту разводить. Как будто мы тут что-то планируем, короче. Видите, он нас будет ждать. На самом деле, он сейчас будет назад отъезжать, потому что у него пушка не опускается. А мы тем временем... Федя, походу, просёк эту фишку. Сейчас, я делаю вид, что еду. Так. Нет, смотрите, он действительно пытается проехать. Так, нам там куда вообще? А, ну нам есть куда отъезжать. Так, отъезжаем, отъезжаем, отъезжаем. У нас ещё 30 секунд. Союзнички подкатываются. О, Федя. Да ты не крут. Смотрите, можно стрелять. Какого фига? Вроде нельзя, когда ствол повреждён. Так, а вот и Федя, смотрите. Федя опасный, в этом смысле. Он нам, в принципе, по башне может чиркнуть. Я всё жду, когда их там... Ну, хотя вряд ли их, конечно, сзади объедут. Видите, там нас ещё и сверху поджимают. Бам! Ман, ну ты сам... Показал нам свои трусики. Так, давай, давай. Отлично. Всё, у нас казёнка отремонтирована. Нам, конечно, вот этого парня лучше добить. Так вы понимаете. В первую очередь. Потому что он нам представляет угрозу. Там, конечно, горит, но... Знаете... Блин. Ну... Я считаю, что они правильно сделали. Я уже давно заметил, что... Ну, не то, что заметил. Я просто знаю. Что после патча очень долгое стало прогорание у танков. Но зато они повысили шансы возгорания. И теперь... Ну, я уже, наверное, говорил, но повторюсь, что... Теперь, когда поджигаешь... Поджигаешь... Ну, попадаешь в трансмиссию, там, критуешь её, то есть вероятность поджога. Вот. Но зато... Видите как? Горит очень долго. Очень долго. Горят особенно долго Фердинанды, я заметил. И Исухи. Вот эти вот танки долго прогорают. Хотя бывало, что долго прогорал у меня Т-44-ка, например. Тоже такое я видел. Слушайте, аж шустрый такой, бодрый танк, да? Вот это вот. В принципе, я это уже отмечал, но вот... Приятно повторить, что это... Такой аналог Т-44-ки. Ну, ладно, мы вроде тут всех разобрали в этом направлении. Этот, видите, всё ещё там принимает наших. Но этот приниматель нас ваншотнет. Ладно, давайте использовать скорость и динамику нашего танка. Я думаю, немцы по старой традиции хорошо едут в горку. Суть, потому что они тут базу не берут. Слушайте, как долго этот танк тут стоит. Это Федя, да? По идее, прогорел. Посмотрите, наши стреляют туда поверху. Не ясно в кого только. Смотрите, тут один уже наверху. Ага. Эх, Гошан, поспешишь, людей насмешишь. Так, куда нам от... Ой, слушайте, как он плохо назад-то сдаёт. Понимаете? Это я так, для очков, на самом деле, конечно. Снаряд просто... Может, его и пробил? Ну, Иисус не хочет ссоваться к нам. Мы не особо хотим ссоваться к нему. А с учётом того, как он вяло едет в горку... Оу, что такое? А, это по-нашему. Давайте глянем. Может, получится его закрутить как следует. Так. Иисус, как известно, хреновенько поворачивает. Так. И этим надо пользоваться. Так. У нас с поворотом всё в порядке. Не, ман. Я, конечно, хочу тебя убить, но... Не хочу рисковать. Давай я тебя просто подожгу. Всё, да? Спасибо, ман. Блин, ты вообще шутник. Ну что, из-за него теперь стоять мне. Ну, в принципе, я его понимаю. Просто хотел фраг. Вот. И не пощадил союзников. А мне теперь тут... Фу. Гусеницу одну отремонтировали. Хм, надо же, не знал. Починку можно отменить, оказывается. Полезная функция, если хотите повернуться. Кстати, быстро гусли зачинили. А теперь нам бы ещё ствол зачинить. Ну да ладно. Ну чё. Почти чистая победа, как мне кажется. Если не как кажется. Как и есть, на самом деле. Ой, как снаряд плохо ушёл, да? Как говорится, да здравствует повреждённый... Повреждённый ствол. Вы одержали победу. Ну, такая победа. Интересная немецкая техника. Я... Я это не отрицаю. Интересно. Так, ну что, время сыграть с Картесовичем.